добрый день господа трейдеры сегодня у нас 22 мая понедельник разберем наши основные торгуемые инструменты на предстоящую неделю посмотрим где какой есть потенциал что стоит торговать что нет но перед этим как обычно давайте посмотрим какие события нас ждут на этой неделе так сегодня в канаде у нас праздник весь день день виктории так и она уже стрелялась и посмотрите внимание сегодня у нас не сегодня в течение нескольких дней заседание евро и евро группы вот к вечеру самая важная новость за сегодня в 21 00 выступлений терезы мэй которая знаете да когда она выступает фунт просто рвет в клочьях поэтому не рекомендую занимать позиции серьезные до 21 так дальше завтра так завтра 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 что у нас интересно завтра много новостей по еврику завтра день евро буквально с 9 до 11 куча новостей по германии ввп все такое так дальше в 12 фунтик вот ну и как обычно и к вечеру у нас америка но обычная обычная 3 быка так в среду среду нас 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 интересует 15 45 выступление марио драги опять будет евро шатать и вечером после обычных новостей пяти часовых у нас помки не забывайте среда драги днем вечером фонке очень важно так в четверг четверг здесь часть часть мира отдыхает праздники вот четверг у нас день фунта вечером все спокойно ну и пятница 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 15 30 хорошие новости будет по баксу потом ввп пятницу баксовый вечер вот ну в принципе такой вот фон надо обязательно отметить на графике и либо скрипт который у вас это все делает обязательно отмечайте чтобы не попасть в ловушки рынка так давайте перейдем к графикам недельный график евро доллар вот прошлая неделя у нас отрабатывала пин-бар позапрошлая от очень сильного уровня поддержки сортина сопротивления 10870 он был был подтвержден несколько раз и тем же драги и гэпами и удержанием сверху вот сейчас мы имеем гигантский отарный бар ну самый большой с наверно с начала года вот в этом баре лежат депозиты тех кто работал на перекрытие гэпа вот честно говоря после его появления он не является здесь разворотным он не прорывает какие-то уровни на мой взгляд мне он напоминает кульминационный бар честно говоря если бы я был покупателем по евре после него бы я покупок бы не искал хотя бы откат вот в эту зону но если бы я искал покупки по евро я бы искал и где-то здесь хотя бы что так на хаях высоко покупать ну за мнение интересно может это им будет неинтересно и многим другим инвесторам трейдерам поэтому я честно говоря на этой неделе буду ждать по евро формирование внутреннего бара после такого кульминационного может быть легкий перехай но бар очень нотарный недельный огромный вот если следующий за ним будет внутренне можно говорить уже о фазе накопления на как минимум на откат да допустим от этого зеркального будет ну там 150 160 но более-менее какой-то запас хода пока здесь ничего не произошло то непонятно является ли это фаза накопления кульминации накопления поэтому я подожду как раз торгуется эта неделя стреляется завтрашние новости по евро и посмотрим чему это приведет потому что бар конечно очень большой будем смотреть таких конструкций много да но дело в том что если похожие конструкции вот недавнем прошлом они пытались ломать тенденцию и даже после них рынок разворачивался везде то это этот бар гигантский он находится в тенденции причем эта тенденция зародилась еще в конце прошлого года и это самый большой бар в тенденции мы прошли 800 пунктов и после прохождения до вот такого вяленького тренда да у нас пошел отрыв ускорение и вот такой гигантский бар я честно говоря ну может естественно да если вы будете читать чью-то аналитику то бы то все будет рекомендовать вам искать ланге но честно я говорю для меня так высоко покупать не айс то есть либо пусть откат хотя бы там пунктов на 160 и смотреть как будет вести себя трейдеры на вот этом зеркальном уровне либо забор потому что так высоко покупать не мой стиль вот бар находится на ускорение наверху тенденции которые очень долго собиралась и на мой взгляд это фаза кульминации посмотрим как будет проходить фаза накопления и как здесь будет позиционироваться американские сессии вот все с данный момент у нас на более мелком тайм пусть это будет даже час сейчас у нас европейские трейдеры пытаются отрабатывать зеркало вот любом случае америка уже надо над нами и собственно сейчас все будет следить но сегодня-завтра да именно за вот этим уровнем в районе 11 700 примерно вокруг него будет борьба но так как мы сегодня стоим уже под пятничными амерами те кто здесь на шортил они сейчас в плюсе интересно будет защиты их позиции если мы сейчас будем биться к американским к американской сессии этот уровень то я думаю с большой вероятностью мы продаем вот пятничное движение точно также пошло от нижней зоны накопления американцев здесь вот и собственно отстрел был очень неплохой также как и собственно 18-м падали от верхних плотностей поэтому надо просто посмотреть как американцы здесь будет вести вот пока стоим под ними под верхними нормально такие такие ситуации но мне нужно чтобы это чтобы фаза накопления себя в полной мере проявила потому что сейчас мы имеем принципе ярко такую выраженную тенденцию вот если этот хай не удержится в идеале для разворота те кто торгует по тех анализу вам нужно дождаться 2 2 плеча собственно импульс который пробьет трендовую это оставит голову наверху и следующее плечо может развернуть рынок соответственно как бы то ни было все что скажем правее правее разделителя периодов то есть сегодняшнего дня и если это эти все манипуляции цены будут находиться внутри вот этого гигантского недельного бара это все будет являться фазы накопления и как которая может развернуть эту тенденцию пока накопления нет разворачивать нечего про тенденции обычая но еще раз говорю покупать от этих зон с целью там 50 пунктов мне не очень интересно поэтому я евро буду ждать когда пройдет накопление дальше британец британец напомню да сегодня 21 тореза мэй вот сейчас уже по британцу мы гуляем под 1 на 3 по фьючам треза когда выходит с фунта сотку сразу сдувает интересно вот сейчас мы гуляем под 13 слегка уже цепанулся легкие шарты надо 13 с давления нам просто пятнашки поставил чтобы показать где мы находимся относительно фьючерсных кругляков вот эти все забросы на надо 1.3 это напоминает мне какой-то какой-то набор позиций честно говоря нет нет динамики над 1.3 даже сейчас вот откуда я шортил тест 1.3 снизу уже на европе вот и сегодня 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 так сейчас покажу сегодня довольно такие путевые объемы прошли сейчас гуляем надо тройкой все что сверху видите не пошла динамика сегодня у нас на на повышение от 1.3 как ни крути всем все пробито стоим под под тройкой мы посмотрим честно говоря все все вот эта чехарда да и получается в четверг у нас когда выходила тереза да фунт дал невероятно здоровые объемы пятница дожалась наверх не из-за фунта а из-за ослабления бакса вот и сейчас рынок стоит под 1.3 и динамики никакой нет ну это понятно просто все ждут терезу посмотрим как она все это дело расторгует и и незапланированное выступление в четверг здорово рынок порвала посмотрим как она отыграет но вот вот это вся чехарда над 1.3 говорит о том что тяжело фунту расти часть его роста британского она ведь связана не только с ним рост британский это вот эти удары на самом деле даже по моему отсюда и вот когда тереза выходила но смотрите да вот тереза 1 вот тереза 2 и вот тереза 3 явно уже тереза не хватает чтобы толкать фунта но женщина хрупкая вот и собственно фунт начинает дохнуть единственный уровень который еще есть впереди такой может быть сегодня стрельнет кстати тоже сотка до него 1.3 получается у нас 1.31 скорее всего будет этот уровень еще осенью прошлого года очень здорово удерживали а под ним шарки убрал это падение классный уровень был вот соответственно между вот этими двумя я думаю будет будет хорошая хода потому что фунтик он если попадает в ловушку между хорошими уровнями здорово гуляют между ними так вот знать что то что я вижу сейчас надо 103 меня не не укрепляет в бычьем росте наоборот к это слабость соответственно ключевым опять же будет 13 но если будет заброс к 131 то это очень сильный уровень от него можем тоже шортить соответственно вот такой вот план по британчику еще раз дневки как бы тенденция обычая но вот эти гэпы и выступления терезы которые не выносят цену за за кругляки говорит о том что уже топливо ему не хватает сейчас стоит баксу немножко укрепиться после его ослабления и мне кажется полетит британец вниз так значит что британцам все золотишко золотишко недельный тайм а кстати чуть мы не проверили британца на недельках до британец у нас на это недельки стрельнул вот и собственно ну можно сказать что поглощение да вот но ключевым опять же 13 даже на недельках надо за ним наблюдать значит дальше что на этой неделе у нас ну на той неделе которая закончилась у нас была отработка пин-бара внутреннего опять же то о чем я говорю по евре да что я буду ждать то есть крупный бар оттарный и следующий за ним внутренний маленький желательно с подрезкой стопов так чистейшая разворотная конструкция что вот это видите что вот это находимся в бычьей тенденции бар отработал стоим чё стали потому что есть такой не слабый уровень в районе тысяча двести пятьдесят два доллара за унцию уровень держался сейчас мы под ним но его районе и произошла такая у нас легкая остановка но остановка остановка естественно весь этот рост опять же да это связано именно с ослаблением бакса вот пока у нас ситуация такая что даже в районе этого уровня и над ним проходят крупные американские накопления и я на самом деле не сторонник честно говоря сейчас искать лонгов по золоту почему потому что золото в своих попытках вырасти ну на самом деле это все у нас ослабление бакса всем этом движении не сделала ни одного путевого стряха то есть дали всем купить всем всем и зная повадки золото я знаю что не такое не прощает соответственно 5 пятничная американская плотность над уровнем осталось но динамики нет на самом деле датурой не будет ключевым интересным мы держали со всех сторон отрабатывали ребята мы пытались шортить от верхней плотности в пятницу динамика не пошла пятницу бак слабел везде вот но вот все вот эта ситуация не не сподвигает к обычному анализу поэтому я буду смотреть за удержание вот этой плотности то есть мне больше интересен вот такой вот вариант развития событий почему потому что вот в этой обычной тенденции сейчас стопы среднесрочников скажем первого звена будет находиться за уровнем 1246 соответственно по даммерами это проход ну пунктов на 80 подальше можем посмотреть истинный либо отложный пробой будет собственно что сверху хорошие плотности сможем с ними поработать и и есть цели по стопам тех которые кого мы хотим забрать деньги те кто продает у них на среднем сроке стопа находится вот здесь если где-то в этой зоне будет набита новые американские плотности с реакцией наверх можно будет отсюда конечно после захвата если мы выйдем можно работать и на повышение да здесь потенциал будет неплохой но вот эти 200 пунктов но вот вот эти целевые зоны сейчас по золоту они не отработают надо просто найти аккуратно вход естественно это нужно делать на американской сессии и я не удивлюсь если первым захватят именно нижние стопы соответственно что еще раз к неделям на неделях обычный обычная отработка внутреннего бара крупный бар но есть есть неплохой уровень который здорово отторговался трейдерами после трамповской эпохи вот все него прекрасно видят и будет вокруг него работать еще раз уровень 12 52 смотрите за ним как он будет себя держать так и нефтяночка напомню нефть у нас на 25 на этой неделе да у нас должен пройти саммит опек все ждут что они договорятся снижение добычи вот и знаете на этих ожиданиях нефть летит пробило все что только можно уже перетянута просто как струна естественно на таком перетянутом рынке покупать совсем неохота откатов практически нет так что могу сказать на фоне такой перетяжки по нефти мы уже просто на неистовых хаях пробили даже психологический уровень 51 доллар за баррель на самом деле меня это очень беспокоит дело в том что за 51 накидали очень крупные объемы и поймите это все выросло просто на ожидании не на фактах еще никто ни о чем не договориться не договорился сейчас стоит какой-нибудь очередному принцу саудовской аравии при выходе с кальянной сказать что они не очень хотят снижать добычу нефть рухнет пунктов на 500 вот на самом деле на этом могут заработать спекулянты и это все может быть очень здорово срежиссировано и то что я сейчас вижу на 51 на самом деле напоминает мне слабость быков ну это конечно минутки да прям сейчас если смотреть на ступб кстати экспирация я бы поработал перед саммитом ну скажем так закладывая различные пугалки в средствах массовой информации на пробой 51 как хотя бы до полтинничка то здесь сотка есть ну естественно до между круглыми ну почему не поработать на на перетянутом рынке но нужно дождаться до когда пройдет ну в данном случае что я вижу пока динамик обычая но я говорю за сегодняшний день посмотреть просто на давление на вот эту тренду если мы будем давить на нее и не в частенько так делает но давидо и давид и потом продавливает кругляки все это летит к чертям вниз потому что все кто сейчас на покупал даже сегодняшний покупатель они стоят под 51 то здесь есть запас порядка 20 пунктов до их стопов нефть пробивает стопы всегда с энтузиазмом пройдет пробойчик еще пунктов на 30 это будет хорошая возможность впереди на без убыток но сейчас ланговать просто на ожиданиях это неправильно понятно да тенденция бычья и все это очень здорово смотрится позитивно но на самом деле нет интриги интрига в том что все кто сейчас она покупал том числе ночью либо сегодня все стоят под 51 на фьючах и грош цена я думаю их стопа вам вот если будет заброс 51 50 нефть как вы знаете неплохо смотрится на полукруглых можно отсюда посмотреть вот но за этими стопами все равно придут потому что до саммита еще несколько дней вот развода еще не было то есть все на позитиве все покупают все как бы договорятся да но только факта нет но вы знаете да что покупай на слухах продавай на фактах и на самом деле тут может быть очень такой нежданчик интересны мы посмотрим посмотрим не интересует 51 50 и давление на 51 с целью 50 долларов за баррель психологический уровень цена вокруг него ходит давно из огоньком так в принципе все нефтяночка мы закрыли все про новости рассказал аккуратно сегодня смотрите в 21 тереза по британцу по нефти смена контракта и что и до встречи в среду на моем очередном мастер-классе те кто регулярно его посещает а также есть кто есть нашей базе получат письма на приглашение на его вебинар свободного доступа больше не будет доступ будет только по приглашениям в принципе на этом все с вами была академия трейдинга инвестиций меня зовут гаценко андрей всем профитов и до среды пока